Добрый день всем! Сегодня я решил провести небольшой такой обзорчик может быть не обзор, а измерения параметров антенн портативных радиостанций так называемых резинок от различных производителей Вот с помощью такого прибора китайского производства векторный анализатор N1201-SA Он позволяет измерять параметры антенн от 137,5 МГц до 2,7 ГГц Измерять мы сегодня будем антенны на 2-метровом диапазоне и на 70-сантиметровом диапазоне от следующих радиостанций Вот такая вот стандартная резиночка от радиостанции ESU FT-60 Вот такая вот японская радиостанция Значит, резиночка Далее, значит, на тесте вот такая резиночка от древней такой станции портативный хендик такой серьезный немецкого производителя Артбрехт АЕ-144N Вот такая вот резиночка Значит, чтобы нам была возможность закрутить в прибор вот такой переходчик будем использовать Так, далее, значит Вот такая вот антенна Вот Diamond Антенна была куплена, кстати, очень давно Diamond SRH 771 Ну, есть возможность, надеяться, что на самом деле это был производитель Diamond Ну, конечно, тоже не факт Вот такая антенна Далее, значит Вот такая вот интересная антенна телескопическая от производителя Prime Radio Products iL-800 Значит, она состоит вот из такого телескопчик двухколенного, скажем так Вот одно колено раскладывается и второе колено раскладывается значит, у этой антенны общая длина в разложенном состоянии получается 86 сантиметров Значит еще также есть возможность унт-антенны в комплекте идет вот такая вот резиночка вкручивается вместо телескопа значит, вот такая получается антенна гибкая Значит, ну, посмотрим, что где чего и как это все резонирует, скажем так Вот Далее Значит, есть еще вот такая вот антенна безымянная но, значит, шла она в комплекте вот с такой радиостанцией TIT MDUV380 Значит то ли производитель, то ли продавец как бы в дополнение бонусом положил штатную вот такую вот резиночку которую мы тоже померяем вот эту резиночку вот эту РД-станцию так и вот такую вот длинную четвертушечку антенну посмотрим, что из этого будет получаться Итак, приступим к тестированию на диапазоне 2 метра обозначенных выше антенн Первая, значит антенна от стандартной стандартной антенны от радиостанции ESUFT-60 Значит резонанс получается 147 МГц это антенна КСВ при этом 1.3 практически 1.276 То есть чуть-чуть антенна резонирует выше любительского диапазона Далее, значит вот такая антенна от радиостанции Albrecht Антенна однодиапазонная потому что монобендовая станция значит двухметрового диапазона поэтому она тоже в общем-то рассчитана на один диапазон Итак вот такой мы видим резонанс Минимальное значение КСВ получается на частоте 159 МГц 158 МГц 1.9 То есть в общем-то такой широкий за счёт толщины скорее всего антенны достаточно толстая около 1 см в диаметре значит но при этом на любительском диапазоне вот 145 МГц если мы выставим то видим что КСВ при этом 4.2 составляет в общем-то что не есть здорово для работы радиостанции то есть эффективность работы самой антенны вне резонанса частоты резонанса ну а также нагрузка на выходной каскад с таким большим КСВ далее значит антенна Diamond SRH 771 не буду утверждать что оригинальный Diamond антенна была приобретена около 10 лет назад в общем-то возможно это всё-таки Diamond но есть также вероятность что как и в данное время это китайские подделки значит ну и видим что на частоте 145 МГц значит вот маркер резонанс антенны составляет 4.2 размазанный резонанс видно видно чуть-чуть выше сейчас немножко увеличим верхнюю частоту сканирования значит так вот 260 верхняя частота сканирования значит вот такой резонанс размазанный при этом минимальное значение КСВ получается на частоте 204 МГц 1.9 в общем-то всё плохо получается с этой антенной на любительском диапазоне 2 метра ещё раз вернусь на 145 МГц КСВ при этом составляет 4.240 в общем-то что очень много вот 145.500 частота в данный момент видно активное сопротивление 60 50 ну 60 Ом и реактивное минус 81 то есть это говорит о том что антенна на этой частоте не резонирует далее штатная резинка отрасль диостанции TIT MDUV380 так ух ты всё здорово получается так немножко увеличим уменьшим то есть верхнюю частоту сканирования чтобы немножко расстановить график ставим 200 МГц так маркер на нас стоит на частоте 145 МГц и видим что при этом КСВ 1.1 1.143 152 то есть в общем-то очень здорово чётко резонанс попадает это в любительский диапазон по уровню 2 КСВ это 148 МГц сверху и 143 снизу здорово всё чётко производитель не обманул а именно вывел антенну в любительский диапазон 2 метра от того же производителя Тит в комплекте с радиостанцией шла такая антенна бонусом возможно от продавца ух ты тоже такой достаточно размазанный резонанс получается в антенне четвертушка в общем-то на двоечку получается длина около 45 наверное сантиметров этой антенны сейчас увеличим немножко верхнюю частоту чтобы посмотреть что это такое зарезано да действительно значит частота увеличиваем до 200 ну вот 195 мегагерц и начинается рост значения КСВ вот до этой частоты до этой частоты КСВ не превышает двоечки в общем-то так в районе полтора скажем так здорово но я так думаю что за счет каких-то индуктивности и М-костей вот в этой части жесткой у этой антенны производитель удалось добиться такого в общем-то широкополосного резонанса давайте посмотрим на характер сопротивления значит реактивную то есть на частоте резонанса реактивность сопротивления антенны должно быть нулевым так давайте поменяем увеличиваем частоту практически вот немножко уменьшается так вот ну по сути резонанс да где-то около 200 активное реактивное сопротивление значит стремится к нулю при этом входной немножко падает в общем-то очень широкополосный резонанс получился вот как это удалось производителю в общем-то ну я думаю с помощью я уже сказал катушек и М-костей вот здесь в этой части антенны вообще-то ну здорово то есть эффективность конечно будет как у практически как у 14-волновой антенны в этом диапазоне и при этом передатчик всем будет чувствовать в общем-то в нормальном рабочем режиме работать при КСВ при этом как я уже сказал двоечный не превышает в районе полтора в общем-то здорово браво ТИТ так далее антенна вот производитель Prime IL-800 телескопическая антенна значит ну не видно резонанса в сложном состоянии раздвигаем максимальную антенну при этом длина ее составляет 86 сантиметров прилично так видим четкий резонанс посмотрим его частоту так сейчас немножко тоже еще уменьшу верхнюю границу в районе 200 меггерс поставим так так смотрим резонансная частота попадает 147 500 147 500 минимальный уровень при этом практически единичка вот в любительском диапазоне 145 500 значит вот ну 1 284 здорово в общем-то четко тоже можно сказать что резонанс антенны в любительском диапазоне все в этом плане получилось у производителя хорошо значит так давайте при этом посмотрим где же резонирует второе дополнение к этой антенны в виде вот такой вот хлыстик резиновый до 200 мегамерц видно что его не наблюдается увеличиваем верхнюю частоту скарнирование так вот он резонанс значит так верхний сейчас 500 у нас и антенна получается резонирует на частоте сейчас одну секундочку на частоте 360 360 360 где-то мегагерц то есть резонанс антенны в районе 1,2 то есть скорее всего эта антенна предназначена для морских радиостанций то есть для работы в морском диапазоне если я не ошибаюсь где-то там 300 с чем-то мегагерц он в общем-то и находится морской речной диапазон скажем так так на этом тестирование на двухметровом диапазоне можно считать завершено далее переходим к тестированию антенны на диапазоне 70 сантиметров так по порядку в таком же порядке как и на двухметровом диапазоне первая антенна это от радиостанции ESUFT-60 стандартная резинка так видим частота нижняя у нас значит от 400 мегагерц до 500 вот видим такой размазанный резонанс сейчас одну секундочку попробуем немножко выше поставить частоту сканирования так 190 что мы видим на частоте 433 мегагерца ксвл данной антенны 4.2 4.3 4.4 то есть что очень много резонанс получается где-то в районе 500 мегагерц в общем-то это говорит о том что на 70 сантиметровом диапазоне эта антенна работает очень плохо далее давайте попробуем одна диапазонная антенна посмотреть на диапазоне 70 мало ли нет чудо не случилось антенна резонирует выше около 500 на 70 мегагерц то есть 70 сантиметровом диапазоне она не работает значит так Diamond SRH 771 секунду вот резонанс значит так уменьшим немножко верхнюю частоту график немножко жестяной до 500 мегагерц так и видим резонанс антенны на частоте 429 мегагерц единичка практически вот по уровню 2 от 443 до точнее наоборот 413 до 443 мегагерц в общем-то здорово все получается есть резонанс на любительском диапазоне 70 сантиметров у этой антенны в общем-то скажу забегая вперед из опыта на самом деле данная антенна здорово работает на 70 и практически не работает на двойке мы видели что резонанс размазанный и там под 200 мегагерц наверное так далее производитель антит стандартная антенна от радиостанции так также размазанный такой резонанс здоровский стремится к единице ксв 430 мегагерц практически центральная частота 433 четко попадает в любительский диапазон 70 по уровню 2 работает антенна от 405 мегагерц до до 462 здорово браво тит как на 2 метров так и на 70 в общем-то очень приятно это радует стандартная антенна с радиостанцией работает замечательно так 4.2 подвойка от производителя тит так что мы видим браво также значит более узкополосный резонанс частота у меня стоит сейчас на маркере 432 433 мегагерца 433 мегагерца ксв 1.8 ну немножко высоковатый ксв но видно четко резонанс антенна работает неплохо в любительском диапазоне 70 сантиметров все великолепно так далее подключаем нашу самую длинную антенну сегодняшнего теста AL8 800 от производителя prior radio products так резонанс антенна видно чуть-чуть ниже на 415 с мегагерц и такой довольно широкополосный значит что мы можем попробовать просто чуть-чуть задвинуть наполовинку последнее колено вот так так смотрим что мы видим так резонанс сместился всего 431 все четко теперь резонанс попадает в любительский диапазон и в общем-то по уровню 2 ксв от 446 до 421 мегагерц 422 все великолепно но единственное при эксплуатации антенны нужно знать такую особенность что наполовинку задвинуть наполовинку последнее колено и в общем-то здорово можно использовать 70 сантиметров диапазоне эту антенну за счет своей длины она будет конечно выигрывать по эффективности с такими стандартными резинками в общем-то будет здорово работать на 70 значит на этом по измерениям пожалуй все еще небольшие выводы сделаем значит по производителям антенна от радиостанции ESUFT-60 ну не могу сказать за все производимые данные производителем это антенны в комплекте с радиостанциями но в комплекте с моей радиостанцией антенна в общем-то не работает практически на двухметровом и так себе с горем пополам на 70 собственно говоря что и подтверждается опытом многолетней эксплуатации вот этой антенны ну к сожалению так есть как есть брау тит еще расскажу значит как стандартная антенна от радиостанции тит md uv380 как стандартная так и бонус от продавца замечательно работает на двухметровом и 70 сантиметровом диапазоне четко попадает резонанс антенны в любительские диапазоны ну сказать нечего только слова благодарности производителя значит антенна diamond sr h771 diamond или все-таки это подделка может не оригинал но на самом деле на двухметровом не работает антенна то есть высоко под 200 мегагерц лежит резонанс ну и на 70 в общем-то неплохо она работает более-менее резонанс вкладывается в любительский диапазон что собственно говоря на практике и подтвердается вот по этой антенны телескопической хочу сказать что в общем-то неплохая антенна я думаю полевые интересно было бы провести испытания по ее эффективности и сравнить вот с такой допустим резинкой практически попадает в любительские диапазоны в общем-то на 70 небольшим укорачиваем антенны все это решается элементарно в общем-то тоже здорово и я думаю данная антенна имеет право на свое существование вот пожалуй все спасибо за внимание такой обзорщик получился может быть сумбурный вот ну так сказать кто-то скажет что прибору данному китайскому можно верить можно не верить но собственно говоря многие радиолюбители его используют и в общем-то подтверждается его практически попадание по измерениям с довольно дорогостоящими измерительными приборами так что с большего в любительских целях скажем так можно этому прибору доверять спасибо за внимание 73 73